И снова доброе утро. Игорь Лукашев у нас сегодня в программе, человек, который сделал компанию X-Fit. Это теперь группа компании, 21 клуб уже работает в Торонто, в регионах у нас здесь в России, ну и в Москве большое количество клубов. Скоро будет 25, да? То есть развиваетесь, готовитесь к IPO, скорее всего. Еще раз доброе утро. Давайте продолжим разговор про рынок. Рынок фитнес-услуг у нас здесь в России, тем более, что вы в этом году стали предпринимателем года как раз-таки в номинации услуги. По версии Эрнстен Янг. Тут есть вопрос. Как вы оцениваете перспективы исключительно женских клубов? Да, кстати, можно задать любой вопрос, который касается фитнес-индустрии, фитнес-услуг и непосредственно самого Игоря Лукашева и его детища. 5533, номер для ваших смс-вопросов. Вопросы должны начинаться на русскую букву «Я». Я пробил потом ваш вопрос. Можно воспользоваться сайтом www.finam.fm. Итак, гендерный признак для того, чтобы поделить клубы на клубы. На клубы для мужчин и на клубы для женщин. Как вы думаете? Это тренд? Да, ну это мировой тренд, конечно. В Америке точно развито. И лично я вообще очень хорошо отношусь ко всему женскому. Что касается чисто женских клубов. Вы бы ходили в женский клуб, конечно. Ходил бы с удовольствием инструкторов еще. По всем видам спорта. Но я не очень верю, на самом деле, в серьезные перспективы. Это может быть в каждой сети. И некоторые наши сети уже сделали. Просто по одному клубу там. Для того, чтобы это было. Но я не верю, почему. У нас, в отличие от Запада, от Америки, то есть же подход к фитнесу очень социализирован. Мы ходим, наши клиенты больше ходят общаться, чем заниматься. Знакомятся, просто разговаривают, просто пьют кофе после занятий. Шутят там, анекдоты друг другу во время тренировок рассказывают. Такой лозунг «Я красивая в спортзале». Да, это реальный элемент социального общения, социальной активности людей. А женский клуб сразу ограничивает этот элемент и убирает из жизни. Один из главных стимулов этого общения. То есть, наверное, есть какой-то процент из интересующихся фитнесом, эмансипированных, феминизированных мужа-ненавистниц, которые хотят закрыться в этом клубе и заниматься там одни. А большинство все-таки девочек хотят нарядиться, одеть красивое трико, подчеркнуть фигурку, накраситься, даже пусть не познакомиться и пофлиртовать, но показаться, просто поймать на себе взгляды мужчин восхищенные. Это элемент нашего, опять же, менталитета. Я думаю, все-таки смешанные клубы будут более популярными. Хорошо. А более специализированные, скажем, клубы? Ну, там, скажем, с направленностью танца, например, да? Или, там, с направленностью йогической, допустим, да? То есть, вот много-много разных программ, но все они заточены под йогу, например, там, да? И все, что может сочетаться с йогой, допустим. Вот такие специализированные ниши. Нет, есть, конечно, есть на рынке, эти ниши тоже закрываются. Есть йога-студии, то есть это только йога, да? Там тренер с новой золой. И фитнес-большой центр, который имеет... Нет, я, например, не знаю. Может быть, есть, и мы не работаем на специализацию. То есть, мы считаем, что клуб должен быть универсальным. Мы проектируем таким образом клуб, подстраиваем программы, набираем персонал, обучаем. Там должно быть все, всего понемножку, чтобы от боевых искусств до йоги, там, акваэробики люди нашли в этом клубе. Вот. Кто-то может специализироваться, но, на мой взгляд, это просто неоправданно. Есть специализация, например, и тоже ниша занята, такие атлетические клубы, да, там, тоже не буду уже назвать имена, но там, где нет бассейнов, и там акцент на силовом оборудовании, и там тусуются, что называется, ребята с огромными мышцами, там, участвуют в соревнованиях, пауэрлифтинг, и они вот, да, они увлечены. Вот это специализация клуба. У них там все разговоры, жизнь про это. Кстати, они больше мужские, конечно. Вот такая специализация есть. Но мы открываем, наша ниша и наши конкуренты тоже, это все-таки универсальные клубы для всех, для всех потребностей. А есть какая-то незанятая ниша, которая, на ваш взгляд, перспективна на этом рынке? Я бы, наверное, если бы знал об этом, сейчас бы промолчал, потому что мы в нее пошли. Хорошо. Ну вот, кстати, извините, что опять употребляю, упоминаю точнее Ирину Разуму, все-таки она ваш конкурент прямой. Но вот на этот вопрос она отвечала следующим образом. Небольшие клубы в шаговой доступности, такие вот в действительно спальных районах, это вот та ниша, которая, в принципе, еще не занята. То есть небольшие универсальные, а именно вот такие вот небольшие, но очень грамотно сделанные, и именно те, до которых можно вот дойти буквально пешком. Ну, не соглашусь с Ириной здесь, я думаю, что она сейчас сама с ней согласится со своими словами, потому что что-то она не открывает, маленькие клубы, и мы не открываем. И более того, мы пробовали, запускали формат X-Fit Studio. Это как раз маленькая, там, 500-700-метровая студия, где зал аэробики для танцев, там, шейпингов и прочих, и тренажерный зал. И не пошло, да? Это экономически неоправданно. Не может этот клуб при постоянных, там, фикс вот этих expenses, но постоянные издержки, зарабатывать адекватно достаточно для окупаемости, там, и для хотя бы прибыли, сопоставимые с нормальным таким вот форматом нашим, где бассейны, где большие, там, трехтысячники клуба. То есть мы однозначно отказались от этих форматов, их можно развивать, но, наверное, когда-то, когда совсем рынок будет насыщен, и все операторы скажут, ну, да, мы готовы работать на 10-процентной марже, потому что конкуренция уже такая. Ну, тогда вот все пойдут, наверное, и здесь осваивать. Сейчас пока... Сейчас пока это не... Экономически неоправданно. Хорошо, спасибо за исчерпывающий ответ. Нет, знаете, я очень хотела вас поспрашивать о том, вот как вы, тогда капитан, по-моему, советской армии, да, как вам вообще в голову пришло заниматься именно вот этим? То есть я могу понять, почему там стали этим заниматься там бывшие спортсмены, или там, как Ирина, люди, которые пожили очень-очень долгое время где-то за границей и понимали, как это устроено там, она приехала здесь, это сделала, да? Ну, вот у вас-то как это все началось? Да, трудно сейчас, наверное, сказать даже. Случайно? Это цепь таких событий, последовательностей, вообще жизненных, да, вот. То же самое, что ответить на вопрос, как я попал вообще в армию? Вот я студент МАДИ, да, московский мальчик семейный, значит, закончивший МАДИ, хорошо там, без троек. Вдруг мне приходит в голову пойти в армию. Вы сверхсрочником? Нет, двугодичником, офицером. Я лейтенантом пошел на два года. Через два года мне приходит еще одна замечательная мысль, остаться в армии, вообще на всю жизнь, на 25 лет. Понравилось. Я же был старшим лейтенантом, но это колоссальный опыт, на самом деле. Вот представьте, что такое в 23 года, в 22 года стать лейтенантом, офицером, отвечать там за сотню людей, главным инженером огромной автобазы, да, и автомобилистом был. А в 23 года стать начальником автобазы большой. А где можно было на гражданке, в советский рейтенант, в 23-25 лет стать начальником автобазы? Можете себе представить? Это 40-45 лет там были завгары такие, матерые дядьки. А я уже, значит, стал, и это уже ответственность, это уже школа, и деваться некуда, надо учиться, надо было работать. Вот эту школу я прошел. Дальше я прослужил 6-7 лет в армии, служил до капитана, вот, пошел в корпус ООН, там на французское отделение уже поменял эту инженерную должность. И мне приходит следующая идея. Здорово, что я служу, много получил, прошел колоссальную школу хозяйства, хозяйствования, это были хоть расчетные части. То есть вы стали таким крепким хозяйственником? Безусловно, то есть слова менеджер тогда не было, но управлять двумястами водителями, взрослыми мужиками и двумястами грузовиками огромными, да, у которых график там поставки, доставка и так далее, это школа менеджмента, которую не в каждом MBA пройдешь сегодня. Так через 7 лет мне приходит следующая мысль, ой, а время уходит, уже перестройка, уже кооператива, уже бизнес, а я в застойной зоне, получается, у меня там ограниченный потолок роста. Я ухожу из армии с трудом, со скандалом, уже нельзя было уходить, но там тогда Горбачев, слава богу, сокращение армии затеял, я под это дело тоже ушел. Дальше дилемма, увольняюсь из армии, понимаешь, что надо, чем заниматься, понимаешь, что хочу самостоятельным делом заниматься, не хочу идти никуда. Я автомобилист по образованию, это первое направление моих размышлений, второе, это я увлекался теннисом, мы построили теннисную площадку в Алтуфе, там какой-то район на севере Москвы, и там играли. Вот из этих двух я выбирал по автомобильной теме, автосервис или автошкола для обучения прав, потому что я инженер и специалист, и вот хобби это теннис. Почему-то хобби перетянуло, стали строить теннисный клуб, построили. Теннисный клуб, он, по-моему, был один из первых, наверное. Самый первый, да? Ну, частный, да. Потому что до этого это были советские какие-то корты, там, или стадионы, или что-то такое, а мы именно сделали прям частный, с ресторанчиком, с раздевалками, такой, его называли английский лаунный теннис-клуб, с дизайном, с красивым. Кстати, Англия тут спрашивает, а где вы взяли первые деньги на первоначальный ваш проект? Ну, я так понимаю, что первоначальный проект как раз-таки даже не первый X-Fit, а первый как раз вот русский теннисный клуб. Многих волнует. Да, я понимаю людей, на самом деле, потому что, да, как бы успех успехом, а типа, а кто тебе деньги? А просто, наоборот, я пришел к комсомольцам, помните, были НТТМы такие? Пришел к комсомольцам Теверевского района, я говорю, ребят, я вот договорился с главным архитектором, ну, сейчас уже, наверное, время прошло, можно сказать, за бутылку коньяка он мне на кальке нарисовал участок земли в Леоновском парке, там, гектар. А, хотите, я вам теннисные корты построю? У, да, здорово, давай. Я говорю, тогда вы финансируете, я уже, земля у меня есть, я обеспечу стройку, а 40% будет принадлежать нам. И мы закрепили там, какой-то создали, я уже даже не помню сейчас, то ли кооператив тогда был, тогда, по-моему, ООО там или ООО не было. Все, они дали денег, мы построили, открыли, начали работать. Потом они в 91-м году говорят, ерунда, это они бизнес, ищи, мы их хотим продать. Я нашел своих друзей, они за два ксерокса обменяли их 60-процентный пакет акций в этом клубе. Я обожаю вот эти истории из 90-х, это просто... Два огромных каких-то ксерокса, таких, ну, большие ящики были, они еще столько сумасшедших денег, и вот они привезли им два ксерокса, эти переписали на них, и мои друзья стали партнерами. Потом они мне через пару лет там совсем задешево это продали, а мы начали потихоньку работать, работать, кредитики там, кое-какие там, Сбербанк дал. В общем, вот так потихоньку развивались. А потом, конечно, много, вот 10 лет мы почти ничего не изымали из бизнеса, все вкладывали, вкладывали, так, терпели там, жены наши терпели, мы терпели, ездили на девятках там, на российских, но строили, развивались. Вот, и вот в 2001 году открыли фитнес-клуб, а это уже стало реальным. И тоже на свои, да? Я так понимаю, что вы очень долгое время действительно вкладывали исключительно вот свои деньги. Ну, вот первый фитнес-клуб, там, если так уже интересна эта история, там, конечно, на свои деньги, но мы параллельно вели девелоперское направление, мы построили жилой дом там и пару торговых центров небольших. И, ну, там нам тоже префектура пошла навстречу именно под развитие спорта. И у нас было условие, что все, что мы заработаем на этих проектах, мы реинвестируем и построим вот фитнес-клуб и детскую, юношескую спортивную школу. Я, кстати, дальше скажу о социальной составляющей нашего спорта. Мы содержим 5 детских, юношеских спортивных школ бесплатно, где там... Ну, это позволяет вам в том числе, ну, во-первых, это хорошо, да, во-вторых, это позволяет выстраивать отношения, ну, всеми же нашими. Допустим, префектуры, меченомки и так далее. В общем, да. То есть это и для бизнеса хорошо, и вообще хорошо. Да, это для души хорошо. Так, хорошо. Первый очередь. Давайте про душу тоже можно поговорить. Приходят вопросы. Я обязательно в последние 5 минут задам все вопросы, которые нашему сегодняшнему гостю Игорю Лукашеву задают слушатели. Есть еще время. Давайте буквально на одну минуту прорвемся. Для души. Что у нас для души? Важный, кстати, момент. Ну, вот я хочу сказать, что вообще весь фитнес, как бизнес, безусловно, бизнес для души. Вот мы мало какие бизнесы позволяют, я много чем занимался в своей жизни, но позволяют почувствовать обратную связь с клиентом. И то, что мы даем им, вот услуги, радость, это таким каким-то энергетическим потоком возвращается нам, менеджменту, людям, которые вовлечены в это. Вот очень-очень нравится нашему персоналу общаться с клиентами, потому что просто купаются, купаются вот в радости, благодарности, в счастье, которое мы дарим. Ну, так все говорят, знаете. Это фитнес. Вот смотрите, вот у меня друзья приводили пример, вот они автосервисом владели. Человек приезжает к ним злой. Он, первое, попал на то, что машина сломалась, он не попал на работу или к любовнице. А второе, он попал на деньги, потому что надо заплатить. И третье, он остался без машины на какое-то время. У него несколько негативных факторов. Он не рад, что он приехал к вам. А к нам люди приходят добровольно и благодарят безмерно. То есть это первая составляющая для души. Второе, вот когда мы выросли, поняли, что нужно какую-то, так сказать, в том числе социальную работу вести и спорт продвигать не только нашим клиентам, которые будут платить. Мы стали делать детские и юношеские спортивные школы. Вот был один опыт в 2004 году. Мы открыли в Отрадном первый дюж. Там у нас сейчас занимается порядка 1200 детей по шести видам спорта. Там плавание, футбол, волейбол, баскетбол. Занимается совершенно бесплатно. Мы содержим тренеров. Вы содержите это, да? Мы содержим тренеров, мы предоставляем помещение, мы работаем по методикам. А власти каким-то образом участвуют в этом? Какие-то деньги дают? Нет, абсолютно нет. То есть это целиком ваше? Целиком наше, да. Такая же школа у нас в Алтуфе работает в клубе. Такая же школа у нас сейчас в Марьино, на Бориславском. Мы открыли там клуб. В Севастополе, кстати, у нас на Украине присутствие. Есть Севастополь филиал МГУ. И мы содержим еще команду регби, целую команду регби. Там детишки выигрывают места. В общем, вот пять таких подразделений. То есть у молодцы какие-то. Полностью на финансирование. И более того, дети реально вовлечены в профессиональный спорт. Это вот именно спорт на первой стадии, из которого потом выходит в школу подготовки Олимпийского резерва. То, что там Прохоров и прочие строили вот эту пирамиду. Это вот самое основание пирамиды. И я считаю, что 3000 детей, которые уже участвуют в соревнованиях, уже становятся спортсменами, уже приобщаются. Из них многие станут профессионалами. Это здорово. И вот это реально греет душу. И не для чего-то это мы делаем, а просто потому, что просто приятно. Зачет. Слушайте, а вы... А вы же и сами спортсмен, да? Кандидат, по-моему, даже мастера по плаванию. Да, да. Я плавал так профессионально. Ну, в чудесной просто форме. Это и видно. О, спасибо. А вот дети ваши занимаются? У вас же трое детей, да? Да, трое детей. Они тоже такие спортсмены? Да, они очень спортивные все. Там и на лыжах, и в гольф играет там сын. И плавает, дочка плавает хорошо, на университетских соревнованиях участвовала. Вообще расскажите про детей, про ваших. Они все у вас от одной супруги, правда? Да, от одной супруги. Я, к счастью, наверное, был один раз только женат и продолжаю стараться. Люблю супругу свою, люблю супругу свою, меня все устраивает. Замечательных детей родила мне. Младшему 9 лет, сыну следующему 20 лет и дочке 22 года. И интересно, значит, у них такая тоже судьба. Мы в какое-то время, момент, лет 8 назад решили их отвезти в Канаду, поучиться. Не иммиграции, ничего, потому что мне это не надо, бизнес здесь. И вот жена поехала с ними туда. И вот такая интересная вещь получилась. Сын, которому 20 лет сейчас, остался патриотом, например. Он там маялся-маялся, закончил школу, поступил в университет, там, Торонский. Окончил первый курс и убежал оттуда, приехал в Москву, поступил в финансовую академию. И сейчас учится там в факультете международных экономических отношений, финансовую академию. Говорит, я только в Москве буду жить, работать, мне это моя родина, моя страна. Дочка тоже самое уехала из Канады, закончив университет. Сейчас учится на MBA, Женева бизнес-скул в Женеве, в Швейцарии. Заканчивает MBA. И, кстати, ну, хорошо, по бизнесу, образованию я доволен, что вот это решение принял. Потому что вот после Торонского университета, бакалавр, сейчас она заканчивает MBA, у нее уже два предложения трехлетних контрактов, там, из крупных банков в Женеве, работать. Но она тоже думает оставаться в Женеве, принять эти предложения, или тоже хочет в Москву поехать, да. Вот, ну, а младший пока учится, там, мамочка, папочка футбол любит, в общем. Ну, тоже, наверное, будет парень такой цепкий, старательный, очень смотрит на успехи старших и говорит, я буду еще лучше, там, я. Слушайте, а вы вот с ними что-нибудь такое особенное делали? Ну, в детстве как-то вот особенно в них как-то вкладывались, может быть, нет? Да, ну, конечно, любовь. Во-первых, они в такой безумной любви росли, в полной семье, это очень важно. Вот если кто-то меня слышит, кто-то раздумывает, имеет детей, разводится или не разводится, лучше не надо. Перетерпеть, все пройдет. А вот, а дети это важнее потом на выходе. И вот они росли в любви, ну, и, конечно, я вкладывал в них, в структуру их образования, то, что я сам недополучил в советские времена, да. Я не мог знать языки, потому что там где-то в Сокольниках учился в простой школе. Я не мог там поступить в НГИМО, потому что у меня родители не были дипломатами. И вот этим я отстраиваю карьеры образовательные и будущее, именно как бы я это хотел, понимая уже с высоты своего там бизнес-опыта. Спасибо вам огромное за исчерпывающий ответ. Мы составляем словарь. Вот я спрашиваю до гостей нашей программы, а как вы думаете, какое самое характерное слово для первого десятилетия 21 века? Давайте мы сначала послушаем, что на эту тему сказал Максим Кашуленский, главный редактор Forbes. Недавно было его интервью. А потом услышим вашу версию. Я думаю, самое главное слово это монетизация. Это способность превратить миллионы пользователей, которые заходят на ваш сайт или пользуются вашей какой-то услугой и сервисом в деньги. А ваш вариант? Ну, я бы, наверное, с прискорбием сказал, что вариант будет носить негативный оттенок. Но, наверное, что-то из цепи синонимов откат распил коррупция. В одно слово. Откат распил коррупции. Это печально, но сегодня состояние наших дел характеризуется таким образом. Спасибо. Грустно, но без средней. Надеюсь, что что-то будет меняться. Надеюсь, очень хочется. Мы заслуживаем большего и лучшего. Спасибо. Несколько вопросов, которые задавали. Касается вашей профессиональной деятельности. Мы говорили сегодня о ценах. Просто хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Думаю, что именно деньги являются проблемой. Когда годовая карта 65 тысяч, не будет роста. Как только 25 тысяч, то полный зал, очереди на дорожке. Не готовы бизнесмены зарабатывать наоборот. Ходят маржу 30. Антон. Ну, не знаю, стоит ли здесь комментировать. Будут готовы, никуда не денутся, конкуренция растет. Да, будет. Ждите. Будет, конечно, цена 25, безусловно. И будет больше клубов. Так что вопрос времени. Вопрос времени. Если установить цены в 400 долларов, в ваши залы ходили бы тысячи человек, как в Америке. Еще вот один слушатель говорит. Да, но дело в том, что наш зал не готов принять тысячи человек одномоментно. Опять же, вопрос времени. Вопрос изменения менталитета. Люди должны спокойнее относиться к тому, что они члены клуба. И не ходить, как некоторые наши члены ходят реально два раза в день. Первый месяц после того, как они заплатили свои вот эти 50 тысяч или 40, про которые говорят, они ходят два раза в день, утром и вечером, потому что надо отбить. То есть у нас есть показатель отраслевой. Один человек на квадратный метр должен к клубу ходить. Вот в Америке это достигает 3-4 человек, поэтому много. А у нас, конечно, ходит очень много народу. И со временем, в общем, все нормализуется и будет, как в Америке. Знаете, у меня вот такой последний вопрос. Откуда вы черпаете ваш такой оптимизм жизненно? Ты на вас даже посмотришь, во-первых, цвет вашего замечательного свитера, такой лимонный, такой буря-глазный. Так вот это от света все зависит. Нет, ну просто... Оптимизм от цвета света. Это, во-первых, даже если бы вы были в черненьком или в сереньком, от вас какой-то энергетический такой поток. Я думаю, что даже и видеть вас необязательно, чтобы почувствовать его просто даже по голосу. Откуда? Фактически как? Не надо говорить, что я такой вот родился. Да никакой я, просто это... А фактически откуда? Во-первых, энергетика – это наследственная штука. Уровень тестостерона у мужчины – это наследственная. А во-вторых, я занимаюсь интересным делом. Да, у меня отличная семья, дети, друзья прекрасные. Вот просто я тут удоволен жизнью. И, наверное, это тоже помогает быть в таком состоянии. Спасибо. Что примечательно, вы даже с утра в таком состоянии, несмотря на уровень тестостерона. Ну, спать хочется. Спасибо, приходите к нам как-нибудь еще. Спасибо, Лена, что пригласили. Да, буду очень рада вас видеть. Я думаю, наши слушатели здесь на Финам ФМ еще неоднократно. Игорь Лукашев сегодня в программе «Они сделали это». Человек, который со своими партнерами сделал группу компании «Иксфит». Прежде чем попрощаться, еще раз напомню, адрес нашего сайта – www.finam.fm. Заходите в разделе «Программы». Там в первой же строчке страничка нашей программы. Программа под названием «Они сделали это». На этой неделе я бы рекомендовала почитать интервью Сергея Петровича, которое сделал Рольф. Не так давно было интервью с ним. Наш такой олигарх, в общем-то. И председатель. Ну, ладно, не буду теперь уже говорить. Теперь уже он не председатель. Можно, конечно, почитать Максима Кошулинского. Тоже было интересное интервью. Главред Форбс. Ну, а завтра мы ждем Ольгу Бородину, генерального директора и соосновательницу гуманитарного издательского центра «Владос». Ольга Бородина как раз издает всю литературу, которую читает учителя, люди, которые обучают наших с вами детей. Я думаю, что тоже будет интересно ее послушать. И тогда завтра, 9.05 на 99.6, снова будет программа «Они сделали это». Я благодарю Анну Кореневу, продюсера этой программы. С вами была Елена Лихачева. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»!